В 1997 году в ходе создания экспозиции музея огня была проведена работа по восстановлению первых образцов пожарной техники. Среди экспонатов, которые были у нас в музее, была одна удивительная книга 1948 года издания. Она называлась «Приборы и аппараты пожаротушения». Именно в этой книге и нашли чертежи насосно-бочечного рессорного хода. Это самостоятельная тактическая единица, которая была в каждой пожарной команде. Она предназначалась для доставки 400 литров воды к месту пожара. А двое пожарных, которые ехали на ней вместе с извозчиком, должны были первыми приступить при помощи вот этого ручного насоса и при помощи средств и снаряжения, которые находились на конно-бочечном ходу, должны были приступить к спасению людей и тушению пожара до прибытия линейного хода. В ходе работы по воссозданию конно-бочечного хода были достигнуты не только точное соответствие всех характеристик хода, но и использованы материалы соответствующей эпохи. Например, кованые рессоры, медные элементы отделки, сорта древесины для рамы и обшивки и соответствующей масляной краской для окраски по требованиям того времени. Более того, весь пожарный реквизит оснащения хода является подлинным. Например, вот этот ручной пожарный насос «Красный факел» 1939 года выпуска с оригинальным комплектом рукавов и стволом для подачи воды. Осветительный керосиновый фонарь, изготовленный артелью «Красный металлист» в 1928 году. Интересно, что уже в 1999 году вот эта техника приняла участие в параде пожарной аварийно-спасательной техники 25 июля, в день пожарной службы. Давайте сейчас внимательнее рассмотрим вот эту бочку, которая вмещала в себя 40 ведер воды по 10 литров каждая. На ней герб «МПК». Что означают эти буквы? Конечно, «Минская пожарная команда». И год 1853. Это был основополагающий год. И он был интересен тем, что 17 марта 1853 года был утвержден один из наиболее важных документов – нормальная табель составу пожарных частей в городах. По этому документу необходимо было в каждом городе создавать пожарную часть, а штат пожарной команды определялся не по высочайшему назначению, а в зависимости от численности населения города. И уже 13 июля по старому стилю или 25 июля по новому стилю 1853 года Минское губернское правительство и Городская дума, рассматривая вопрос о создании первой части, первой пожарной части в городе Минске, утвердила смету расходов на содержание ее в количестве 51 человека, одного брандмейстера, двух унтербрандмейстеров и 48 пожарных. Именно эта дата легла в основу создания профессиональной пожарной службы Беларуси. Одно из самых почетных мест исторической части нашего зала занимает икона Пресвятой Богородицы – Неополимая Купина. Она выполнена мастерами специально для нашего музея из более чем 30 видов драгоценных камней. В ее основе библейское описание видения пророку Моисею ангела в горящем и несгораемом кусте – Купине. В центре иконы – Богоматерь с младенцем Иисусом на руках в окружении небесных сфер и восьмиконечной звезды, состоящей из двух перекрещивающихся четырехугольников. Известно множество описаний, как во время разгула огненной стихии иконой обносили горящие дома, и пламя чудесным образом затухало. С появлением пожарных команд и добровольных пожарных обществ огнеборцы обращались к Богородице, возлагая надежду на помощь в усмирении огненной стихии. И сегодня это так, потому что, будучи небесным покровителем всех православных пожарных, именно эта икона легла в основу эмблемы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Самый любимый экспонат у посетителей нашего музея – каска, пожарная каска. Вы спросите, почему? Да потому что ее можно примерить, в ней можно сфотографироваться на память. Кстати, о касках и не только. Впервые каска была введена для личного состава Санкт-Петербургской пожарной команды в 1849 году. А предшествовало тому введению случаи, связанные с императором Николаем I. Однажды, присутствуя на пожаре, он увидел, как упавшим бревном убило одного из огнеборцев. Это так потрясло государя, что он повелел ввести для пожарных каски по-французскому, как у киросир, образцу. Начальником пожарной команды был брендмейстер. И каска брендмейстера была особенная – бронзовая с высоким гребнем. Ее украшала кокарда с гербом губернии. А для нижних чинов каска была с низким гребнем – медная. Для чего гребень на каске, спросите вы? А для того, чтобы уменьшить силу падающих сверху предметов. Интересно, что в первые пожарные команды брали мужчин, у которых имелись бороды и усы. И вот эти фотографии – подтверждение того, что я сказала. Именно борода должна была спасать пожарных от угарного газа. Профессия пожарного уже в былые времена имела некоторые нематериальные льготы. Объясняю сейчас, какие. Например, после знаменитого указа Петра I о бритье бород, только сотрудники пожарной охраны могли носить и бороду, и усы. Правда, делали они это из чисто практических соображений. Потому что до изобретения противогаза в 1915 году растительность на лице помогала пожарным дышать. Они тщательно смачивали усы и бороду водой и затыкали ими нос. Всего лишь для того, чтобы не задохнуться от дыма. И еще об одном интересном экспонате нашего музея я вам сейчас расскажу. Это пожарное ведро. При тушении пожаров конус пришелся как нельзя кстати. Во-первых, им можно было в несколько раз быстрее зачерпнуть воду, не тратя время на утопление, как в случае с обычным ведром. Во-вторых, основанием конусообразного ведра легко можно было разбить кромку льда. А как показала пожарная практика, из ведра конической формы вода практически не расплескивается, когда человек бежит с наполненным конусом. Кроме того, вода выплеснутая из конусообразного ведра точнее попадает в цель, да и выплеснуть ее можно на большее расстояние, чем из обычного. Это необычное ведро не только более устойчиво к разрушениям и деформациям при падении, но и себестоимость его изготовления тоже меньше. И еще один неоспоримый факт в пользу ведра конуса. Посмотрите на него внимательно и подумайте, можно ли его использовать где-то в хозяйстве. Я думаю, что скорее нет, чем да. Вот именно поэтому пожарные команды и избавились от воровства таких пожарных ведер населения. Стоя у этого знамени, на котором написано «Богу хвала, царю слава, ближнему защиту», мне бы хотелось вспомнить о тех, чья роль в истории пожарной службы Беларуси имеет очень важное значение. Только в XIX веке деревянный Минск, не обеспеченный водопроводом, выгорал практически дотла 16 раз. И пожарной команде справиться с огнем своими силами зачастую было просто невозможно. Ввиду этого в июне 1876 года группой молодых энтузиастов из богатых дворян и мещан в Минске было организовано «Минское вольное общество пожарных охотников». Нет-нет, никакого отношения к охоте на животных они не имели. Охотники – это значит добровольцы, которые помогали профессиональным командам в борьбе с огнем. На деньги общества приобреталось новое пожарное оборудование «Инвентарь», «Лошади». Ввиду того, что ночные пожары в городе Минске были частым явлением, добровольцы организовали дежурство отрядов в темное время суток. При первых ударах колокола дежурившие отряды добровольцев быстро выезжали к месту возникновения пожара и приступали к ликвидации огня еще до прибытия основных сил. «А знаете ли вы, что у меня в руках?» Вот этот предмет принадлежал человеку, чья профессия была связана непосредственно с пожарами. Да-да, я говорю о трубочистах. Фронт работ у них был огромный. Представьте только себе, 55 тысяч труб от печей и каминов необходимо было несколько раз в год почистить от сажи. В цех трубочистов входили 20 мастеров и 15 подмастерьев, как правило, молодых людей до 15 лет. Трубочиста узнавали издалека и не только по испачканному сажу лицу, но и по специфическому костюм. Он носил круглую шляпу, короткую куртку и очень широкий кожаный ремень с большой пряжкой. На поясе висела ложка со складной ручкой, которая выгребалась зола из дымовых вьюшек. В руках у него было ведро, веник, двухметровая лестница, да, моток веревки, которая заканчивалась гирей или чугунным шаром. И опускалась эта веревка в трубу для прочистки дымохода. Трубочисты, хорошо знакомые с топографией города, планировкой чердаков, домов, умеющие ловко и быстро лазить, принимали активное участие и в тушении пожаров. А зная все ходы и выходы, трубочисты помогали полицейским в поимке преступников. Помимо создания артели трубочистов, хочу рассказать еще об одной заслуге минских добровольцев. Благодаря им в столице было построено первое пожарное депо. Это большое каменное здание для хранения пожарного обоза и инструментов. С некоторыми изменениями здание сохранилось и по сей день. Находится оно на улице Городской вал. Издавна это было одним из самых любимых горожанами мест, потому что в летнее время на строевом плацу размещался цирк Шапито, а в зимнее время заливался городской каток. И сейчас люди приходят сюда, чтобы загадать желание. Ведь существует поверье. Если потереть пуговицу мундира скульптуры пожарного, желание непременно сбудется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...